Каждые два месяца воспаляется лимфоузел на шее, проходит после антибиотика, что это может быть, что можно ли что-то пропить из ваших препаратов. Но в данном случае лимфосистема, это как лимфососуды, они повторяют систему венозных сосудов, они отвечают за чистку, они выводят всякую гадость, это одна из главных систем нашего иммунитета. И если идёт воспаление лимфоузла, однозначно там идёт сильная интоксикация, какое-то поражение. В данном случае, если бактериальная инфекция, антибиотик помогает, можно пользоваться этим средством. Но в первую очередь нужно, конечно, укреплять иммунитет. У дочки после ковида панические атати, 3 месяца на антидепрессантах, врач назначил, что посоветуете. Но важно, какой возраст. И опять же, это идёт поражение центральной нервной системы в первую очередь. И здесь посмотреть препараты или официально. Но в данном случае я даю фосфолипиды, гликолипиды, гликопротеина. Это из моих препаратов. Это сандистил, с ребром Д3, висигастро, препараты, которые НРФ-2 белок активизируют. Это натирание головы. Потому что я сегодня мало об этом говорю. На сайте очень много информации, что один из способов воздействия на организм – это через кожу. Кожа – это огромный орган. И препараты имеют способность проникать. И наша капилляра, вся капиллярная сеть одного человека, она примерно достигает 100 тысяч километров. По экватору она может обогнуть 2,5 раза. Это если вытянуть все капилляры за раз. Есть препараты, в данном случае вот алтион, премиум, бальзам для тела и других нескольких препаратов. Они имеют особенность при натирании проникать через волосяные луковицы, через потовые железы, попадать в большом количестве капиллярное русло. И это в первую очередь восстановление и лечение эндотелия, улучшение состояния крови. И можно даже локально, допустим, у нас проблема печени, интоксикация, мы можем большое количество препарата наружного вводить через натирание. И в данный препарат мы можем добавлять депатопротекторы любые, медвежью желчь, солянку холмовую или другие препараты. Брат, 5 лет, в колясте. Так, вы сказали спиной мозг. Врачи сказали поражение спинного мозга. Вот смотрите, если это, допустим, ДЦП, ребенок 5 лет не двигается, может там быть ДЦП, может быть другое поражение позвоночника. Есть такая методика костный массаж. Огромное количество детей уже через это прошло. Он заключается в том, что мы костяшками вдоль позвоночника, это можно и на суставы, на рути, на ноги, на грудину. Но работая с позвоночником, вот у меня две женщины это делают. И первый курс ДЦП, ребенок, который двигается с очень сильной дискоординацией, улучшение сразу на 10%, курс 14 дней. У человека, допустим, аутизм. При первом курсе ребенок, который прячет глаза, не может прямо смотреть, адекватно не воспринимает, у него сразу улучшается внимание. Он начинает обращаться к людям после первого курса. То есть, это одна из самых сильных методик работы с позвоночником, которая, ну, пожалуй, одна из немногих может вылечить грыжу. Очень такое сильное воздействие при нейропатии. Может вылечить сколиоз даже у людей, которым за 50. Опять же, повторяю, я вот массажем занимаюсь 43 года. Каждый день практически делаю, изучаю, обучаю. Эта методика, я считаю, она номер один. И вот этот костный массаж как раз, ну, очень бы рекомендовал. При переломе позвоночника, особенно нижняя часть и полная паралич ног, то есть нижняя часть вообще не действует. После нескольких курсов человек начинает уже двигать ногами, вставать на костыре. Ну, то есть таких людей уже много.